Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем наш разговор о евразийском проекте, о евразийской общности, о евразийской цивилизации, которая бесспорно всегда существовала, евразийская цивилизация, я имею в виду евразийское цивилизационное общество. Общность существует и будет существовать на территории проживания русского и других народов постсоветского пространства. Это бесспорно очень важная, очень, я бы сказал, актуальная тема, без которой невозможно сегодня понять ни одного крупного политического явления или события на территории постсоветских, если так можно сказать, времен. С этой идеей, с идеей Евразийского союза, я не устаю это повторять, мне это очень нравится повторять, потому что очень точный выбор был сделан. Выступил в 2011 году Владимир Владимирович Путин. То, что это не является каким-то, если так можно сказать, временным моментом, то, что это не является какой-то оговоркой, пусть даже и по Фрейду, вот, а по Фрейду оговорка – это затаённая мысль человека, который вдруг не к месту её произносит, а является осознанно выбранной стратегией развития нашей страны, по крайней мере, на ближайшие шесть лет, который избран президентом страны Путин, у меня никаких сомнений не возникает. И я с удовольствием подчёркиваю вот общность наших идей в этом отношении, потому что с точки зрения истории, с точки зрения нашего исторического прошлого, как этнической истории, как политической истории, как культурологической истории, безусловно прав нынешний президент России, безусловно прав. Евразийский проект – это тот самый стратегический выбор, который должна сделать Россия в ближайшие четверть века, это как минимум. Дело в том, что нам, вот я имею в виду нам, моему поколению, а родился я ещё в середине 20 века, ну, если хотите, очень невизил. В том смысле, что если бы мы были какими-то слабо развитыми людьми, физическими и умственными отношениями, то, наверное, вы уже должны были сойти с ума. Ну, подумайте, за те 60 лет, которые я живу на белом свете, шесть режимов политических сменилось. Я шёл в школу с именем товарища Сталина, понимаете ли? Я заканчивал школу, будь ты проклят, проклятый тиран, и восхвалялись я Никита Сергеевича Хрущёва, понимаете ли? Затем я поступил, так сказать, в техникум и пошёл служить в армию, когда мы развивались ленинским курсом товарища Леонида Ильича Брежнева, а ту его волонтариста Хрущёва. Вот. Ну, дальше все, наверное, помните. Гениальная перестройка. Вот. Брежнев вдруг оказался маразматиком. Вот. Хотя, с моей точки зрения, это был очень мощный, стильный государственный деятель. По крайней мере, до четвёртого инфаркта, который его хватил в 1976 году. Вот тогда и надо было, наверное, уходить. И не было бы у нас никакой перестройки, не было бы у нас никакого развала. Вот. Затем Горбачёв, потом Ельцин, теперь вот Путин. Путин. Стабильность, как говорится, и развитие. Ну, скажите, пожалуйста, какое-нибудь другое поколение смогло бы выдержать такое напряжение? Причём ведь всё всерьёз. Всё всерьёз. Понимаете. При Ельцине меня отлучили от преподавания в высшей школе. Потом, правда, так сказать, Конституционный суд указал президенту России, что это неверно. А я был работником Центрального комитета партии, КПСС. Мало ли, кем человек был. Вот. Неверно. Поправили Ельцин. Сейчас, правда, мне не запрещают преподавать. Хотя иногда устанавливают на моих лекциях прослушку. Я не буду называть здесь высшие учебные заведения, которые пользуются славой либерально-демократических, а на самом деле являются тоталитарно-примитивными. Ну да ладно. Бог с ними. Это, как говорится, личная биография, но она не расходится с Евразийским Союзом. Я почему и вспоминаю эти веки биографии. Она ложится в контекст вот этого проекта. И это очень и очень хорошо. И, наконец, последнее. Я должен сказать, что мы с вами рассмотрели цивилизационную систему координат современного мирового порядка. Эта цивилизационная система координат описана нами вот в этих двух учебниках. Нами я имею в виду профессора Жириновского. И сейчас стала достоянием научной и общественности и учебных заведений Российской Федерации. Напомню вот эту схему. Здесь современный мировой порядок. Вертикаль – это вся цивилизация, вертикальная цивилизация. Горизонталь – это локальные мировые цивилизации. Вот на этой горизонтали, на этой горизонтали и находит свое место евразийская цивилизация. На этой горизонтали и находит свое место цивилизационный проект Владимира Владимировича Путина. Вертикаль, еще раз повторяю, это вся цивилизация, она определяется господствующим способом производства, а горизонталь – это вот набор, ну, мы насчитали шесть, кто-то насчитывает больше современных горизонтальных цивилизаций, вот именно по горизонтали и отличаются цивилизации между собой. Мы назвали их, я еще раз это повторю, западнохристианская цивилизация, восточнохристианская православная цивилизация, затем восточно-буддийская цивилизация, восточно-исламская цивилизация, языческая цивилизация распадается на два рукава – верхний, северный, если смотреть на глобустовские цикватора, и южная, южнее Африки, Папуа, Новая Гвинея. Амазония в Латинской Америке, анклавы индейцев в Соединенных Штатах Америки и так далее. И скрытая цивилизация, в основном до недавнего времени это была иудейская цивилизация, но сегодня несколько изменилась трактовка скрытой цивилизации, о чем мы поговорим подробнее. И должен сказать, что западнохристианская цивилизация, и об этом мы уже говорили, сюда входят, естественно, Европа и США, восточно-православная, ясное дело, Россия, Украина и другие. Ну, я думаю, буддийская, понятно, хотя вот насчет буддийской, мне в прошлый раз я говорил об этом, сделали замечание. Ведь на сегодняшний день вы назвали, что восточно-буддийской цивилизацией включает в себя страны Китай, Япония, Корея, Вьетнам, Индия, Индокитай. Ну, простите, там ведь буддизм существует на сегодняшний день, пожалуй, только в Таиланде да в Непале, как господствующая религия. В остальных странах существуют другие религиозные, так сказать, доминанты, в частности, в Японии синтаизм, в Китае конфуцианство, в Кореях, на Корейском полуострове, в Юге-Севере, там вообще безрелигиозное явление, так сказать, вот. Вот в Индии индуизм, ну и так далее. Должен сказать, уважаемые коллеги, что во всех этих религиозных, как говорится, направлениях основу или матрицу, ее, можно сказать, альма-матер, составлял буддизм. Если хотите, символом веры буддизма, я напомню это, был достижение нирваны. Вот недавно я по телевизору видел уникальное явление, так сказать. Вскрыли урну, кедровый короб, в котором находилось тело бывшего Далай-ламы. 60 лет назад он на глазах у своих учеников сказал, что уходит на встречу с Буддой, отключился от мира и пребывал вот эти 60 лет не в мертвом и не в живом состоянии. То есть тело у него теплое, вот, абсолютно не разложилось, даже помину нет никакого тлена. Вот, человек находится в нирване. Это вот конкретный пример, пожалуй, единственный, наверное, в истории религии буддизма, ну, по крайней мере, единственный, который знает остальная цивилизационная общность мирового человечества. Может быть, буддисты знают и другие примеры. Вот. Тем не менее, конечно, такое состояние, уважаемые коллеги, весьма и весьма опасное с точки зрения социальных последствий. Дело в том, что, например, в 20-е годы в буддистские монастыри едва не погибла Монголия. 500 тысяч мужчин-монголов стали монахами. А кому работать? Сегодня вот появление этого индуизма, конфуцианства и так далее, это своего рода смягчение символа веры буддизма. В индуизме уже другая, как говорится, методика постижения веры. Уже нет такой, если так можно сказать, жесткости в отношении с действительным миром конфуцианства, оно даже вообще не похоже на религию. Скорее, это, так сказать, светская политическая философия или духовно-нравственная, моральная, синтаистская философия в Японии. Это разновидность северного язычества, ну и так далее. То есть, все равно в основе лежит буддизм. Вот такой момент, тоже задают вопрос. Почему вы выбрали за основу вот всех этих горизонтальных цивилизаций религиозную ядро, религиозную, как говорится, составляющую? Почему именно она является цивилизационно образующей в горизонтальных, локальных, христианских цивилизациях? Вопрос очень интересный, вопрос очень точный, вопрос очень правильный. Дело в том, что не мы одни, я имею в виду те аналитики, которые формируются вокруг фракции ЛДПР в Государственной Думе, не мы одни считаем веру, религию основоположником или основным элементом образования мировых цивилизаций. И другие, до нас, так сказать, более мощные, если так можно сказать, философские и политические школы, считали религию именно цивилизационной доминантой. К ним относятся и Тойнби, наш Петерим Сорокин, наш, говорю, потому что довольно странная оценка деятельности этого нашего крупного. Русский он ведь, этнически русский, да, начинал как профессор Санкт-Петербургского университета в 1921 году, первый в истории России и, наверное, мира защитил докторскую диссертацию социологических наук, доктор социологических наук. И потом уехал в Соединенные Штаты Америки, его никто не выгонял. Ленин очень ценил его, даже написал эту знаменитую статью о Петериме Сорокине, так сказать. Хотя биография его довольно напряженная. Он был масон, так же, как и его патрон Керенский, у которого он работал советником во временном правительстве. Его арестовали, так же, как все временное правительство. Сидел в Петропавловке, приговорили к смертной казни, спас от казни Ленин, поставил его учить профессором в Санкт-Петербургский университет. Пять лет учил детей наших на русском языке и потом уехал вместе с супругой в США, к своему Керенскому. Где создал очень серьезную школу так называемой интегральной социологии, которая по сей день является одним из важнейших направлений социологической мысли. Поэтому я и говорю, наш Петерим Александрович Сорокин, Петр Александрович Сорокин, кстати, родился в серединной России, по-моему, или в Ярославской, или в Костровской губернии. Вот, в деревне, наш, целиком и полностью. Но, тем не менее, вот сделали его американским социологом. Так вот, Петерим Сорокин тоже считал, что религия является основой цивилизационного формирования. Почему все-таки? Давайте мы ответим на этот вопрос, чтобы здесь уже не было никаких, как говорится, сомнений. На наш взгляд, именно потому, что вера или религия принимается без доказательств. Она объединяет значительные массы людей на уровне так называемого коллективного бессознательного. Это понятие ввел ученик Зигмунда Фрейда, швейцарский психоаналитик Карл Юнг в 20-е годы прошлого столетия. Коллективное бессознательное – это когда люди бессознательно, коллективно формируют свое отношение к конкретным явлениям. Родина, отец, мать, сын, дочь, если хотите, жена, брат, сестра – вот элементы коллективного бессознательного. Это на физиологическом уровне, если хотите. На политическом уровне тоже самое возникает, целый ряд таких вот образов, бессознательных образов. Каких? Господь Христос наш Спаситель, так сказать, который смерть и смерть поправ, как мы говорим, так сказать, во время Пасхи, то есть Рождества, простите, Пасхи, так сказать, пришествия, возрождения Христа. Ряд других моментов, связанных, так сказать, мать сыра, земля, так сказать, Богородица – это те коллективные бессознательные, без которого невозможно, по крайней мере, русская, российская культура. Так же и на Западе, то же самое. Вот возникает целый ряд таких вот понятий коллективных бессознательных. Бессознательных. Принимается, я еще раз говорю, на уровне веры. Кертулиан, основоположник инквизиции, говорят там Лойола какой-то, ну пусть спорят, историки религии. Верую, потому что абсурдно. Вот квинтэссенция коллективного бессознательного. Ян Гус, ректор Пражского университета, 14 век, идеолог гусицких воин. На Вросковской площади, там столб стоит, где его казнили. Вот, сожгли, инквизиция сожгла на костре, значит, за что так и не ясно. Вот, готовится разжечь костер палач, хворост лежит у ног Яна Гуса. И подходит бабушка из толпы, наблюдающих за этой казнью, и подкладывает веточку. Ян Гус увидел «О сантас аплицитас», с латинского это называется «О святая простота». То есть, эта бабушка верила, что Гус еретик, что Гус мерзавец, что Гус, так сказать, сатанинское отродье. Гус, конечно же, ее не осуждал, потому что понимал, о чем идет речь. Так вот, это коллективное бессознательное, оно и составляет квинтэссенцию цивилизационно образующей доминанты. Почему рухнул Советский Союз? Вот многие задают вопрос. Уважаемые коллеги, если мы посмотрим на этот вопрос непредвзяток, что такое СССР, Союз Советских Социалистических Республик. Скажите, пожалуйста, вот этот СССР, этот Союз мог быть создан где угодно с таким названием. На Луне, на Марсе, преисподней, СССР. Я не осуждаю его, это название, я сам гомосоветик. Друзья мои, нарушено три, как минимум, крупнейшие этногеополитические доминанты развития мировой цивилизации. А. Территория, на которой создается это государство, она всегда создается и называется по территории проживания. Б. Народа государства, образующего эту, как говорится, общность. Вот. И В, безусловно, культура. Вот этих три момента в СССР абсолютно были выброшены. Вот. Жизнеспособно такое образование. Ценой невероятных ухищрений, там, последующее после Ленина руководство сумело, значит, кое-как там провести вот эти этногеополитические моменты. И вспомнили, что мы находимся на территории Великой Русской равнины, вспомнили, что государство, образующим народом СССР является русский, вспомнили, так сказать, наши православные и религиозные корни в 43-м году, восстановленный институт патриаршества и так далее. Вот. Но поезд ушел. Поезд ушел. И не случайно, когда в начале 90-х стали ломать эту советскую структуру, то ломали-то ее осознанно. Ломать-то было что? Монолита-то не было. РСФСР – это монолит. Российская, советская, советская, российская. Понятно, о чем идет речь? Вот. Поэтому я и говорю, что вот в коллективное бессознательное СССР не превратился, к сожалению. Хотя мы можем, некоторые исследователи говорят о советской цивилизации. Да, наверное, это правильно. Советский Союз наряду, так сказать, с массой, ну, если хотите, так сказать, волчьих экспериментов там, репрессий и так далее. В то же время один очень ценный эксперимент осуществил. А именно образование новой исторической общности советского народа. Что это такое? 22 миллиона межэтнических браков. От этих 22 миллионов браков, ну, как минимум, умножайте на 3, на 4, так сказать, 80 миллионов межэтнических людей. Это новая этническая общность. Гомо советикус. Я ей к этой общности прилижу. У меня мать русская, отец украинец, так сказать. Кто я? Русско-украинец. Жена еврейка. Сын кто? Непонятно. Вот мы гомо советикус. Новая историческая общность. Мы прекратили с развалом СССР этот эксперимент. А может быть, зря? Потому что основу советской цивилизации составлял именно эта историческая общность. Это я напоминаю как нашим космополитам, так и нашим националистам. Не спешите кидать камни в другие этнические общности. Подумайте, кому вы принадлежите и к чему вы принадлежите. Более того, выдающийся русский философ Иван Ильин как сказал? Русская нация – это многонародная нация. Я вот нашим русским курянам Орловским говорю, я не хочу быть многонародным. Чудак, подумай, кто основоположник русского раскола в 17 веке? Два мордвина – Никон и Аввакум, которыми руководил непонятно кто. Ну, русский вроде бы. Алексей Михайлович, если ты по крови будешь определять этничность. Видите, как все замешано у нас? Поэтому, конечно, мы и выбрали религиозный момент. Кстати, в Российской империи не было пятого пункта в паспорта. Там людей делили по вероисповеданию. Вступаешь в православие, получаешь весь набор права и обязанностей, которые присущи кому угодно. Русскому, татарину, монголу и так далее и тому подобное. Потому и были такие татар, татарин, так сказать, Феликс Юсупов, убийца Распутина. Я, говорит он, русский, офицер русской армии. Первый избранный в России царь был не Михаил Федорович в 1613 году, а Борис Годунов, этнический татарин. Наследник Мурзы, приехавшего на службу к Ивану Грозному в 15 веке. Точнее, не к Ивану Грозному, а к Ивану Калите. Вот такая. И, конечно же, на основе религии формируется и общая традиция. На основе религии формируется и преемственность, так сказать, культурно-духовная. Поэтому, безусловно, с нашей точки зрения и является... Кроме того, именно мировые религии, христианство, буддизм и ислам, они обеспечивают на межэтнической основе убежденность и веру людей. Они не артикулируют национальные корни, как это делает, допустим, конфуцианство или иудаизм, так сказать, или индуизм. Вот сейчас они, правда, тоже начинают поправляться в этом вопросе, но на мировую религию они ведь явно не тянут. Это национальные религии. А мировых религий только три, о которых я сказал. И именно вот в силу вот этих особенностей мы и ставим в центр этногеополитического исследования мировых цивилизаций веру, принадлежность к религиозной общности, которая имеет общемировое значение. И не иначе. Иначе получается набор всевозможных кривотолков и неясностей, от которых никак не преодолеть. Вот на этом я, пожалуй, и закончил бы наше философское размышление. Хотя у нас впереди еще много с вами есть о чем поговорить. Спасибо. Благодарим вас за внимание. До свидания.